Лео Кеннис, академический директор библиотеки, профессор церковной истории и глава Центра истории факультета теологии и религиоведения Лёвенского католического университета. Профессор Кеннис, спасибо вам большое за то, что согласились на это интервью и за то время, которое вы нам уделяете. Не могли бы вы рассказать нам немного о коллекции, которая собрана в этой чудесной библиотеке? Вы знаете, многие явления в Западной Европе имеют исторические корни и могут получить объяснение, только если посмотреть на их историю. Университетская библиотека здесь в Левене имеет долгую историю. Эта история довольно драматическая, поэтому, я думаю, будет полезно сказать несколько слов о ней, потому что изначально не существовало никаких факультетских библиотек. В старину в университете профессора или колледже имели свои собственные небольшие собрания книг. Затем постепенно, с течением времени, стала развиваться одна центральная университетская библиотека, которая располагалась здесь, в залах университета, которые теперь являются центром университета. К концу 18 века это уже была очень богатая и интересная коллекция, но затем, в 20 веке, в веке вражды и насилия, мы дважды пережили войну, и дважды наша центральная библиотека была практически полностью уничтожена, вместе со всеми книгами. Так что история этой библиотеки действительно очень драматичная, и это означает, что к середине 20-го столетия у нас было очень мало экземпляров старых книг, потому что все остальное просто сгорело. После этого мы непрерывно стремились к тому, чтобы восстановить коллекцию, то есть не только здание библиотеки, но и саму коллекцию книг. Здесь, в Лёвене, в Лувене, в конце 60-х годов была одна специфическая особенность. Как вы, возможно, знаете, ранее единый университет был разделен на два университета. То есть появилась бельгийская фламандская часть университета, которая осталась в самом Лёвене, то есть мы, и другая часть, которая переехала в Лувен-Денёв, приблизительно в 50 километрах к югу от нас. В этот момент библиотека в определенном смысле была поделена на две части, но в то же время мы приняли очень важное решение в отношении нашей библиотеки. Университет решил децентрализовать свои библиотеки, так что каждый факультет получил свою собственную библиотеку. И именно в тот момент появилась вот эта библиотека теологического факультета, в общем-то, довольно новая. Это здание построено в начале 70-х, и тогда же мы начинали собирать свою библиотеку, но у нас, очевидным образом, было не так уж много книг. Но мы понимали, что если мы хотим иметь серьезный, значительный международный факультет, нам нужна и библиотека соответствующего уровня, международного уровня. И тогда мы приняли решение, о котором стоит, наверное, упомянуть — созидать нашу библиотеку на основании уже имеющихся научных библиотек. И нам удалось успешно объединить две уже существовавшие библиотеки. Одна из них принадлежала фламандским иезуитам, у которых неподалеку отсюда в Хеверли есть свой исследовательский центр. Они согласились перенести свою богатую библиотеку сюда к нам, а другая — в Мехеллоне, которая принадлежит одной из епархий Римокатолической Церкви. Они тоже согласились разместить свою библиотеку у нас. Так что это, если угодно, два краеугольных камня нашей библиотеки, которые сразу же сделали ее привлекательной для исследователей и ценителей, поскольку в епархиальной библиотеке есть большое количество ранних изданий. И так это была основа нашей коллекции. И с тех пор мы постоянно стремились к тому, чтобы расширять и пополнять ее. Мы покупаем новые книги, а также получаем собрание книг от дарителей, например, от религиозных авторов и так далее. Так что на данный момент, по нашим оценкам, у нас приблизительно миллион триста тысяч книг в этой библиотеке, что делает ее одной из самых больших, и, хотелось бы надеяться, одной из самых богатых теологических библиотек в мире. В отношении же уровня исследований мы, как мне кажется, вполне соответствуем тем высоким стандартам, которые были установлены предшествующими библиотеками, например, библиотекой фламандских иезуитов. Таким образом, у нас международно ориентированная библиотека, которая покрывает все области теологии, включая дисциплины, косвенно связанные с теологией. Вы упомянули, что библиотека в основном состоит из двух коллекций – коллекций иезуитов и семинарской библиотеки из Михелена. Хорошо известно, что вокруг Левина много монастырей, скажем так, филиалов больших орденов, которые отправляли своих студентов учиться в Левин, в первую очередь на факультет теологии. Поскольку большинство этих монастырей сейчас почти вымирают, можно предположить, что часть их коллекций, например, из Аббатства парк, в конечном результате оказываются здесь, в этой библиотеке. Так ли это? Могли бы Вы рассказать об этом? Да, конечно. Как Вы отметили, наиболее влиятельные религиозные ордена на протяжении веков имели здесь свои собственные исследовательские центры, не связанные с университетом. В большинстве случаев они были так или иначе включены в систему университета, но у них были свои библиотеки. Мы уже договорились с некоторыми из них, что они разместят свои коллекции в нашей библиотеке или что они пожертвуют их нам позже. Поэтому у нас есть, например, очень богатое собрание от францисканцев из библиотеки францисканского ордена здесь, в Лёване, а также от доминиканцев и так далее. Также мы получаем книги от более юных конгрегаций, как, например, мантфортианцев, у которых нередко бывают небольшие, но крайне интересные собрания частных библиотек. Собственно, вот что происходило у нас в последние десятилетия, и вот как нам удалось собрать эту огромную коллекцию. Это одна из причин, благодаря которым мы смогли создать это собрание книг. А что касается ранних изданий, поскольку мы в первую очередь исследовательская библиотека, мы стараемся прежде всего приобретать новые публикации, то благодаря вышеупомянутым пожертвованиям и предоставлению во временное пользование уже существующих коллекций у нас около 180 тысяч ранних изданий. Под ранними изданиями я имею в виду издания до начала 19 века. По нашим стандартам это очень большая коллекция, одна из самых больших в Бельгии, я думаю. А приобрести такое большое количество было возможно только при условии получения уже существующих собраний. Купить такое количество ранних изданий мы не можем себе позволить, конечно. Поэтому мы считаем, что у нашей библиотеки не только исследовательская задача, но также и задача сохранения культурного наследия. Фламандское правительство также признало эту функцию нашей библиотеки, что означает, что мы официально участвуем в сохранении религиозного, богословского наследия нашей страны. Это также часть наших привилегий. Я считаю, что это очень важно и горжусь тем, что у нас есть такие возможности. Профессор, а каковы принципы приобретения книг для вашей коллекции? У нас есть то, что можно назвать «флан коллекции», то есть если мы хотим создать определенную коллекцию, нужно следовать определенным правилам. Прежде всего, мы стараемся быть исследовательской библиотекой высочайшего уровня. И это означает, что у нас есть определенные стандарты и определенные области исследования, на которых мы фокусируем внимание. Мы покупаем или стараемся купить практически все. Конечно, это невозможно, но это означает, что мы приобретаем все, что публикуется на голландском. Впрочем, там не так уж много. Многое из того, что публикуется на английском, французском, немецком, довольно много на испанском и итальянском. В дополнение, конечно же, к традиционным языкам теологии, то есть еврейскому, греческому, латыни и тому подобное, иногда по случаю и книги на других языках. Это всего лишь пример, чтобы показать, что мы можем поддерживать уровень исследовательской библиотеки высшего класса по теологии. Мне кажется, мы вполне успешно справляемся с этим, или, по крайней мере, мы на пути к успеху. Конечно, это не касается всех областей теологических исследований, потому что это было бы практически невозможно. Но так или иначе, наше собрание покрывает большинство областей в теологии. Это включает в себя и столь важные средства коммуникации, столь же важные в теологии, как и в любой другой науке. Сюда входит все, что касается периодических изданий, журналов и так далее. Конечно, мы также подписаны на тысячи разных журналов, теологических и междисциплинарных, связанных с теологией. Железный занавес между капиталистическим и коммунистическим миром упал, и, по счастью, теперь все открыто. Особенно в России и в тех странах, где теология теперь свободно развивается, появилось много периодических изданий, появляются публикации по этим темам. Как ваша библиотека относится к тому, что происходит в этих странах? Конечно, как вы сказали, это изменение мобильности, если это можно так назвать, и возможность коммуникации во всей Европе оказали свое влияние на наш факультет. Постепенно к нам стало приезжать все больше и больше студентов из Центральной и Восточной Европы. Мы считаем, что они очень обогащают здешнее теологическое образование. Наш западный подход, скажем так, дополняется и обогащается Восточной традицией, например, христианства. Конечно, в этой ситуации нам необходимо предоставлять и соответствующую литературу. Да, мы и сами заинтересованы в том, чтобы расширять коллекцию, потому что, как вы понимаете, восточноевропейская теология не была в центре нашего внимания, а мы мало знали ее. Язык — проблема, потому что очень немногие люди знают здесь русский или другой восточноевропейский язык, польский или еще какой-то. Поэтому у нас есть, я полагаю, довольно базовая коллекция книг по восточноевропейской христианской теологии, но очевидным образом мы могли бы расширить и дополнить ее. Кроме того, мы проводим следующую политику, довольно конкретную политику. Время от времени мы стараемся модернизировать нашу коллекцию. Например, в данный момент студент или исследователь начинает работать над определенной темой. Например, если это русский студент или студент, владеющий русским языком, который хочет написать диссертацию, посвященную тому или иному русскому богослову, то наша политика такова. Мы постараемся приобрести книги на русском, посвященные этому автору или написанные этим автором. Мы не стали бы делать это просто так, по той очевидной причине, что мы не настолько хорошо знакомы с этой областью исследований, чтобы проявлять инициативу. Но это дает нам возможность заполнить или, если угодно, закрыть те пробелы в нашей коллекции в том случае, если конкретное исследование требует этого. И, конечно же, это то, что нам совершенно необходимо делать в отношении всей литературы, публикуемой в восточном христианском мире, скажем так. Но, думаю, можно сказать, что последние 10 лет, например, мы старались уделять как можно больше внимания этой области исследований. Прежде всего, потому что это обогащает и нас самих, а также потому, что у нас довольно большое количество студентов, которые приезжают сюда учиться из Восточной и Центральной Европы. Поэтому мы и сами начинаем больше интересоваться этой областью, мне кажется. Профессор, вы упомянули, что несколько раз библиотека факультета, как и библиотека университета, подвергалась опустошению. Такое же произошло и с большинством теологических библиотек в России. Книги сжигали, воровали, предавали забвению, в общем и целом почти все фонды были уничтожены. Это опустошение поразило даже самые впечатляющие коллекции, такие, как, например, библиотеку Московской Духовной Академии, откуда мы приехали. Какие советы вы могли бы дать тем, кто старается достичь хотя бы некоторых из тех целей, которые вы уже выполнили? Прежде всего, самая важная вещь, конечно, это средства, которыми вы располагаете для создания своей библиотеки. Это зависит также и от финансовых возможностей. В первую очередь необходимо удостовериться, что вы действительно хорошо храните те фонды, которые у вас уже есть. Это уже важное дело. Потом, я думаю, если вы хорошенько оглядитесь, вы сможете найти собрание книг, которые можно было бы централизовать, скажем так. Дело в том, что мы, конечно, совершенно в других условиях собрали такую большую библиотеку, потому что у нас была возможность объединить, централизовать несколько уже существующих, неразорённых библиотек в одну библиотеку. Это возможно только постепенно. Но, тем не менее, я думаю, это возможный для вас путь. Что же касается остального, то в наше время при наличии интернета уже сейчас вполне возможно получить доступ к большому количеству источников онлайн. Конечно, это не то, что можно получить свободно, за это придётся заплатить. Но мне кажется, что это относительно быстрый путь к получению информации и в тех областях теологии, которые вам понадобится изучать в рамках хорошего богословского образования. Другими словами, в теологии всё больше и больше количества журналов становится доступным онлайн. Даже и книги зачастую, но это всё же другое дело. Я бы сказал, что это возможность быстро создать коллекцию, которая будет достаточно обширной, чтобы покрыть базовые потребности теологической библиотеки. Это первое, что вы можете сделать. Что же до остального, то вам придётся терпеливо создавать библиотеку. Я заметил, что ситуация меняется и в этой области. Вы можете отсканировать некоторые тексты, так что даже элементарное копирование поможет начать это созидание. Но боюсь, проблема в том, что единственная возможность собрать серьёзную коллекцию – это иметь финансирование. То есть вы должны вкладывать в это создание довольно приличные деньги. У вас должны быть средства. Это то, во что вам придётся вкладывать деньги, я думаю. В таком случае, позвольте спросить, а кто финансирует эту библиотеку? У нас различные источники финансирования. Кроме того, мы и сами работаем над привлечением денег. У нас есть основное годовое финансирование от университета. Кроме того, у нас есть соглашения ещё с давних времён с некоторыми религиозными организациями. Пожалуй, я скажу так. У нас была возможность в своё время создать некий фонд, который мы можем использовать для финансирования библиотеки. Кроме того, сам факультет, что крайне редко встречается в наше время, тратит обширную часть своего бюджета на покупку книг для библиотеки. У нас также есть различные исследовательские проекты, которые финансирует государство, вернее, правительство, и часть этих проектов включает средства на приобретение книг. И мы договорились с сотрудниками, что часть этих книг, а точнее, большая часть этих книг, которые покупаются в рамках проекта, остаются в библиотеке. Вот так мы самыми различными способами собираем деньги на то, чтобы содержать нашу библиотеку. Конечно, как вы знаете, в здешней системе всё, что связано с персоналом или со зданиями, финансируется государством или университетом, который, в свою очередь, финансируется государством. Поэтому у нас есть всё базовое необходимое оборудование, и это важно понимать. И последний вопрос. Профессор, в этой библиотеке работают профессионалы. В первую очередь, вы, как академик, который знает, в чём состоит ценность того или иного материала. Но кроме вас, все остальные люди, которые работают здесь, а они работают здесь не просто ради удовольствия, это люди, которые изучали библиотечные дела в течение нескольких лет. Не могли бы вы сказать несколько слов об этом? В Восточной Европе библиотечные дела часто недооценивают. Да, конечно. Здесь работают самые разные люди. Многие из них имеют университетскую степень в этой области. Но не забывайте, мы нуждаемся и в других людях, которые не менее важны для функционирования библиотеки. Более того, здесь есть люди, которые работают на добровольных началах, для которых это вроде хобби, как вы сказали. Они выполняют всякие элементарные задания. Но, конечно, в библиотеке необходимы специалисты. Здесь вполне возможно получить степень в какой-то области, а потом, пройдя дополнительный курс, можно приобрести специализацию по библиотечному делу. Теперь о нашей ситуации. К примеру, очень немногие люди здесь достаточно хорошо разбираются в теологии, чтобы оценить коллекцию в отношении ее содержания. Но поскольку мы также библиотека, работающая в сфере сохранения культурного наследия, мы работаем с ранними изданиями и старыми книгами, среди нас есть специалисты в этой области, которые могут работать с такими книгами. Прежде всего, крайне нелегко каталогизировать и описать подобные издания. Поэтому у нас работают люди, которые специализируются на этом. Иногда это историки, которые прошли дополнительный курс по библиотечному делу, а иногда это именно специалисты-реставраторы. Но мы не можем организовать и финансировать это сами. Эта работа финансируется на университетском уровне, так что мы являемся частью университетской библиотеки, которая представляет собой конгломерат всех библиотек университета. Здесь есть некоторое количество людей, которые действительно являются специалистами высшего класса в сохранении и реставрации старинных книг. Так что мы можем обращаться к ним за экспертизой и помощью на их уровне, если дело обстоит серьезно. Но, конечно, абсолютно необходимо обращать внимание на это, если вы хотите иметь университет высокого уровня. Но есть некоторые отличия. С одной стороны, у вас есть коллекция старинных книг, которая требует особого обращения, а с другой стороны, исследовательская библиотека, которая нуждается в специалистах в той определенной области наук. Так что нам приходится все это совмещать. Обычно все это довольно непросто организовать, но не стоит забывать, что мы часть большой университетской библиотеки, что позволяет нам в некоторых случаях пользоваться теми возможностями, которые мы сами по себе не обладаем. Но, опять же, абсолютно необходимо иметь людей, которые знают, как работать здесь. Все чаще и чаще нам приходится набирать сотрудников с более высоким уровнем компетенции, например, в использовании информационных технологий. Чем больше мы используем базы данных, тем больше нужны люди, которые в них разбираются. В этом смысле библиотека — это нечто гораздо большее, чем просто приобрести книгу, внести ее в каталог и поставить на полку. Библиотечное дело становится все более узкоспециализированным, поэтому люди, которые оказываются, скажем так, наверху, это обычно не те, которые лучше всего разбираются в деталях, но те, кто имеют представление о целостности всего того, что происходит. Конечно. Профессор, спасибо большое за ваше объяснение и ответы. Спасибо вам за то, что приехали к нам. и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...